Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Вопрос о границе между Арменией и Грузией. Совет по правам человека. 40-ая сессия. В Кашатакском районе будет создано около 200 гектаров фруктового сада. Глава сельского хозяйства. Российские ВКС обстреляли Идлиб. Европарламент принял резолюцию о прекращении переговоров о членстве Турции. Стартует работа по реконструкции армянской церкви Светлого Киракоса в Диарбакире. Таймс-сквер Кроноклес включила совершенный против армян геноцид в четыре самых ужасных геноцидов истории. Граница между Арменией и Грузией подчиняется статье 92 Северского договора, который ратифицирован Западной Арменией 24 июня 2016 года. Такие вопросы напрямую связаны с наиболее полными интересами армянского народа и Республики Восточной Армении. Не обладает ответственностью за определение судьбы, юридический статус в одностороннем порядке. Предложение Западной Армении о создании государственного верховного штаба Западной Армении, Республики Армении и Арцах по-прежнему остается без ответа. Следовательно, Республика Армении, прежде чем вступить в демокрацию границ с Грузией, должна четко заявить, что выполняет эту работу только со стороны Восточной Армении, а не со стороны государства Армения, которое свое мировое признание получило на территории Западной Армении 19 января 1920 года. Гарник Саркисян, премьер-министр Республики Западной Армении, 13 марта 2019 год. Пункт 5. Организация и механизмы защиты прав человека, 13 марта 2019 год. Господин президент, резолюции 6-й дробь 36 от 14 декабря 2007 года Совет по правам человека утвердил руководство по экспертизе прав коренных народов, которое не имеет полномочий для оправдания нарушения прав человека. Вот почему Тупаж Амару требует, чтобы Совет по правам человека пересмотрел управление по механизмам. 1. Приоритетность серьезных нарушений прав и свобод коренных народов. 2. Преобразование декларации об осуществлении 2007 года путем присоединения ее к обязательному инструменту. 3. Определить полномочия и правовые механизмы по защите прав и свобод коренных народов. Что касается прав армян Западной Армении, после геноцида продолжают бороться за свое право на существование. Армяне Западной Армении являются первыми коренными народами, которые в 1920 году получили признание своей страны Верховным Советом Союзников. Однако это признанное государство Западной Армении не является членом Организации Объединенных Наций, поскольку продолжает оставаться оккупированной Турцией. Мы уже отметили сотую годовщину мирной конференции, которая последовала столетию перемирия, что привело к ратификации Первого Международного Мирного Договора, в частности создание Лиги Наций из Версальского Договора. Этот исторический договор предоставил армянскому народу Западной Армении территориальные земельные права, а также и права идентичности. Мы призываем стран осуществить этот столетний договор. Лидия Маркусян. В Кашатакском районе будет создано около 200 гектаров фруктового сада, глава сельского хозяйства. Об этом Арцак Прессу рассказал руководитель аппарата администрации Кашатакского района Ливон Симонян. Он отметил, что Министерство сельской республики предоставит саженцы граната земли пользователям, которые подали заявки на развитие садоводства. Географическое положение Кашатакского района благоприятно для гранатового садоводства. Программа использует земли пользователей, которые имеют не менее 1 гектара земли. Министерство сельского хозяйства выделяет 625 деревьев на 1 гектар, добавил он. Симонян добавил, что население региона возлагает большие надежды на мероприятия, проводимые в рамках комплексного плана развития садоводства. По его словам, через 3-4 года жители Кашатака планируют вывести свой урожай на рынок. ВКС Российской Федерации по согласованию с Турцией нанесли несколько ударов по западным пригородам Идлиба. Как сообщает Минобороны РФ, удары были нанесены по складам с вооружением и боеприпасами террористов из коалиции Хаят-Тахрир-Аш-Шам. В общей сложности было нанесено, по разным данным, от 8 до более чем 10 авиаударов. Террористы Хаят-Тахрир-Аш-Шам в Идлибской зоне до эскалации собирались нанести удар по авиабазе ВКС РФ Хмеймим. Как заявили в Минобороны РФ, удар по складам вооружений ХТЭш в городе Идлиб позволил предотвратить атаку на авиабазу с помощью дронов. Европарламент принял резолюцию о приостановлении переговоров с Турцией. За решение проголосовали 370 депутатов, 109 против, воздержавшихся 143. Законопроект, предоставленный депутатом Кети Пирин, указывает на то, что в Турции есть случаи грубых нарушений прав человека. В докладе также упоминается, что Турция годами отходит от политических и демократических ценностей. Совет Европы серьезно обеспокоен правами человека, верховенством закона, свободной СМИ, антикоррупционной ситуацией в Турции, а также мощной президентской системой. Недавние конституционные изменения еще больше усилили авторитаризм Эрдогана, отметил депутат, добавив, что нарушение прав человека, нарушение верховенства закона и тот факт, что большинство турецких журналистов находятся в тюрьмах. В ответ на это решение представитель партии справедливости и развития Оммер Челик заявил, что решение было необоснованным. Святой Киракос и местные католические церкви в Диарбекире восстанавливаются. На реставрационные работы было выделено 15 миллионов турецких лир, которые будут контролироваться главным управлением государственных фондов. Церковь Святого Киракоса была построена в 1376 году и считается самой большой армянской церкви на Ближнем Востоке. Работы по реконструкции церкви Святого Киракоса были проведены при финансовой поддержке Константинопольского патриархата Армянской церкви. Из-за турецко-курдских столкновений в Диарбекире в 2015 году местные церкви серьезно пострадали. Старинное нью-йоркское издание Times Square опубликовало статью о самых страшных преступлениях против человечества в современной истории. В статье, в частности, рассказывается о геноциде против армян Западной Армении, который стал прецедентом для других преступлений, совершенных на этнической почве в XX веке. В своей части о геноциде, совершенном против армян, Times Square пишет, что жертвами геноциды в 1915 году стали полтора миллиона человек, два миллиона с 1894 по 1923 годы. Геноцид против армян официально считается первым современным геноцидом в истории человечества. Первоначальной целью массового уничтожения были здоровые мужчины, а в результате этого восстановить население стало практически невозможным. Турция по-прежнему отказывается признать эти преступления геноцида, пишет источник. В общей сложности среди четырех самых страшных геноцидов, также отмеченных в хрониках Times Square, Holocaust, евреев 1941-1945 годы, более шести миллионов жертв, голодомор на Украине, в Кубани и в Казахстане 1932-1933 годы, более десяти миллионов и геноцид камбоджийского народа 1975-1979 года, более трех миллионов жертв. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ах им хайра ни ки дюре». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!